добрый день меня зовут амилов алексей сергеевич директор благотворительного фонда у меня к вам несколько вопросов по поводу павлика васильева у меня вопрос по поводу павлика васильева то есть на каком основании в данный момент он находится в царе он туда был помещен связь тем что он остался без попечения родителей то есть папа умер мама находилась в больнице проходила лечение за ребенком ухаживать было никому она не могла это физически осуществлять но ребенок был передан в госучреждение зарина нормановна можно вас то есть мама выписана в больнице спустя друзья в общем запрещаю видеосъемку девушка говорит можно вырезки еще что-то у нас тоже будет вестись видеозапись так ольга сергеевна смотрите то есть олеся заболела правильно по состоянию здоровья и павлика по этому поводу вы задрали с тем что ребенок остался без родителей его поместили в госучреждение это было восьмое число правильно его поместили куда мол не сказал 8 числа то есть олеся пролежала мать павлика пролежала пять дней больницы мы связались с мамой чтобы человеку успокоить что с ребенком все в порядке не переживайте мы тут же по телефону с ней созвонились ребенок ваш у нас он как говорится хороших условиях вы можете на видеозвонок позвонить с ним связаться удостовериться что все хорошо и продолжить лечение для того чтобы полноценно выйти и как мама уже ребенка дальше расти то есть мы с ней периодически связывались успокаивали предупреждали что да ребенок у нас что когда вы выйти из больницы вы только к нам придете напишите заявление мы тут же отдадим вам ребенка то есть вы не раз ее не навестили мы не навещали почему просто по телефону решаете вопросы судьбы человека правильно какие именно претензии в этом плане навещать больницы нет и больницы он я же говорю на 5 дней было больницы затем ее выписали это примерно число 13 14 мы просто забрали забрали ребенка потому что на самом деле закон представителей поэтому мы выполнили свою работу и поместили я же вам объясню это организация касаемо с матерью будет заниматься с матерью с здоровьем матери мы по больницам не ходим у нас компетенция такой нет она уже дома как две недели а вы ни разу не навестили ее не справились о ее здоровье а просто поместили согласно закону мы работаем через подведомственные организации поместили ребенка в детский дом мы связывались со школой мы в курсе что она дома также наши сотрудники с связывались и разговаривали последний раз был звонок перед праздником 20 марта по-моему это было мы позвонили узнали как состояние нас как хорошо со мной все хорошо после праздников понедельник она должна была к нам подойти но за праздничные дни мы в курсе всей ситуации и и состояние резко ухудшилась домой по человек слег то есть до этого если человек разговаривал перемещался и человека привезли она в принципе не сама приехала человека привезли на машине домой она ходить сама не могла у вас была опубликована в том числе фотография в каком состоянии лесенов кольц потом последствием удалили хотя на фотографии прекрасно видно что на данное время человека себе не может заботиться не говоря о маленьком ребенке ребенку семь лет паблику он первоклассник насколько мне известно и соответственно требует необходимый уход то есть а условия вы создать не можете приехать помочь вы только можете забрать ребенка вы видите что человек болеет вызвать с работника который бы приходил каждый день убирался готовить вы же все еще поговорим об этих условиях которые создали мы в отношении несовершеннолетних ребенок находится на гособеспечении на гособеспечении полном гособеспечении правильно то есть выделяются денежные средства конечно хорошо давайте тогда поговорим о гособеспечении я у него был он там находится с 8 числа у него не было ни одежды не сменной уже не говоря о том что зубная паста у них одна на всех денежные средства выделяются государство на детей где деньги вопрос зубная паста она семьи у каждого один человек зубные щетки все индивидуально одна на всех детская возраст детский возраст как говорится зубная паста в соответствии с возрастом ребенка она не индивидуального каждого ванная комната одна зубная паста вполне может быть одна А, зубные щетки должны быть... Так вполне может быть или обязана у каждого быть своя? Что, зубная паста? Хотя бы. Зубная паста не обязана быть у каждого своя. Одна на всех. Зубная щетка должна быть, как средство личной гигиены, она должна быть у каждого, зубная щетка. Зубная паста у каждого быть, я думаю, не должна. Так вы думаете ли вы уверены в этом? Это семейное учреждение, детская деревня семейного типа. Есть какие-то документы, в которых прописано, что должно быть, и все, что должно быть по этому вопросу, это в детской деревне находится. По защитению в подведомстве управления образованием. Поэтому все документы, про которые вы спрашиваете, это только у них. Ну, давайте как-то разбираться в этом вопросе теперь. Означать проверки. Правильно? Обращайтесь с вопросом, пускай проводят проверки ваши права. Так что с Павликом будем делать дальше? Как только мама поправится. Она не поправится, вы это знаете. Я вам вчера все это говорил. На сегодняшний день мы не можем маме передать, потому что на физичке не может заниматься ребенком. Нет, ну вы можете каждый день убрать оттуда сана, привозить к ней в гости. Почему? Во-первых, для мамы стресс будет. Она сейчас физически не может меня передать. А вы знаете, она вот каждый день плачет и говорит, мне бы хотя бы его увидеть. Павлик тоже самое. Мы знаем и про то, что вы хотели без ее ведома сделать доверенность. Просто у нас на документы. Что еще раз? Вы серьезно это говорите сейчас? На камеру. Что я хотел незаконно сделать документы в обход ее? Каким образом я это хотел сделать? Или мог сделать? На документы уехал к нотариусу. Вы мне звонили и спрашивали, звонил ли я не нотариус по этому вопросу. Все верно. Он запросил документы о свидетельстве о рождении Олеси и свидетельство... Про законопредставитель он должен был попросить. Понимаете, о чем вы говорите сейчас? То есть вы сейчас на камеру меня пытаетесь обвинить, что я пытался незаконно забрать ребенка, сделать какие-то документы и предъявить вам. Присутствие законопредставителя обязательно. И только законопредставитель может предоставлять документы, которые вы просили. Вам они передаваться не могут. Никакие документы касательно мамы или ребенка вам передаваться не могут. А для этого запросил нотариус эти документы. Вы не можете быть курьером между нотариусом и мамой. Мама только может это сделать как законопредставитель. Мама неходячая. Вы же понимаете. Таким образом вы могли сделать это все, если мама неходячая, вы это поддребит. Ну так, а для чего документы просить? Вперва к маме выезжайте, фиксируйте. Справку предоставляйте, что она может издавить свою волю. А документы вы передаваете нотариусу не можете. Обвиняете в том, что я хотел незаконно забрать ребенка, еще подделать документы. Я это не говорила. Поддерживайте. Вы это говорили, вот на камеру же все это. Понимаете? Вопрос в чем? Вот вопрос в том. Вам я передавать ребенка не могу. Нет, мне не нужно. Это я понимаю. Я же вам вчера это все объяснил. Нет, вы вчера грубо разговаривали по телефону. Нет, когда я к вам пришел сюда в кабинет, мы закрыли с вами. Мы обедомо звонили, и вы разговаривали очень грубо. Как грубо? По поводу того, что я вам отказываю, чтобы ребенка передать. Хотя мы могли бы даже с ним разговаривать. Нет, нет, вы сказали по закону. То есть я приехал сейчас к вам разговаривать по закону. Правильно? Вы по закону вопросы задавайте по существу. Так а я вам и задаю их по существу. Я ответила на все вопросы. Почему вы ребенка ни разу не привезли к матери? Она не лишена родительских прав, правильно? В тяжелом состоянии. И что? Повидать он может ее? Или не может? Сейчас мама в тяжелом состоянии. На видеозвонок у нее есть возможность созвониться. Такую возможность мы предоставим. Если как бы захочет мама этого, мы постоянно на связи с мамой. Через людей, которые как бы ее окружают. Это педагоги из школы. Это человек, который ухаживает. Если мама изъявит такое желание, она пока не изъявила. Ей сейчас очень тяжело, она тяжело больна. Конечно тяжело. То мы это обязательно сделаем. Что? Пашу привезем пообщаться с мамой. Когда у нее будут все... Так это надо сделать было еще давно, когда она появилась дома. А вы этого не сделали ни разу. А вы сидите ждете, пока она, как говорится, последние дни доживет. Мы этого не ждем. Мы ждем того, чтобы мама поправилась и полная сила забрала ребенка. Как она может поправиться, если она неизлечимо больна? Вы же понимаете, о чем говорите. Она находится на лечении. Она сейчас лечится. Она сейчас дома. Она ничем не лечится. Вы вынесли вердикт ей, что она смертельно больна? Конечно, я справки эти видел. Я тоже видел медицинские. Вы медицинское образование имеете, чтобы дать вердикт, что она смертельно больна? Обязательно. Я тоже знаю заболевание, только я никому об этом не говорю. Мы тоже не говорим и не выкладываем никакие фотографии. У нас все документы имеются. Тогда почему ни разу его не привезли хотя бы? Потому что мама в тяжелом состоянии. Была с ней договоренность в среду, 20 марта, что мама к нам в понедельник приедет. Но так как за праздничные дни ее здоровье ухудшилось, и мама сейчас не готова общаться. В таком состоянии она не хочет, чтобы ее сын видел в тяжелом состоянии. Она мне каждый день просит это. Но она вас просит, а у нее есть телефоны наши, сотовые наши телефоны. Мы и вчера пытались с ней связаться. Ей тяжело разговаривать. А как она вас просит? По сотовому. У нее телефон отключен, не совсем раз. Она не может по телефону разговаривать. Мы поддерживаем связь через людей, которые за ней ухаживают. Правильно. И у нее есть наш сотовый телефон. Она нас не просит. А почему она вас просит, постороннего человека? Почему постороннего? Ну потому что по закону вы посторонний человек. Я гораздо дольше знаю эту семью. Вы знаете дольше, но вы как закон представитель не можете ребенка возить и возить. А наш имя... Почему я не имею право-то? Если я сделаю нотариальную бумагу, я имею право возить его, привозить. У вас нет этой бумаги? Потому что вы сказали, что я не подпишу эту бумагу. Нет, потому что у вас физически не в состоянии сейчас дать такой согласии. Вы мне вчера сказали, что я все равно вам не подпишу. Потому что согласно кодекса в раке и супружестве, одинокий мужчина не может брать ребенка ни под какую форму устройства. Нет, для проживания. Проживание, да, я не могу это сделать. Корму устройства в одинокий мужчина. Кодекс говорит... А именно сопровождать. Я имею полное право. По доверенности. Правильно. Но вы мне сказали, что я вам все равно ее не подпишу. Можете не делать. Согласно кодекса, я говорю, вы сказали, возьмете у мамы, но вы ее не взяли доверенность. Так вы мне сказали, ну а смысл ее брать, если вы сказали, что я вам все равно ее не подпишу. Я вам сказала, привозите документы, буду рассматривать. Но согласно кодекса, вам запрещено будет забрать ребенка как одинокому человеку, тем более вы в родственнике не являетесь. Я же вам повторяю, мне не для проживания, а именно для сопровождения. Я спросила вас, где будет жить ребенок, как мы будем отслеживать. Вы сказали, вот моя история, там все будете отслеживать. Ну так мне вчера ты говорили. Ну правильно. Сотни тысяч людей это все просматривают. Я знаю, сколько просматривают, ознакомилась со всей информацией касательно вас и всего, что вокруг вас происходило. Я курс всех событий. Так что будем делать? По поводу. Павлика. Павлик будет находиться в госучреждении. Пока мама не обратится к нам, только тогда ребенок будет обрешен в закон и представительство. То есть она должна встать с кровати, приехать к вам и поехать забрать родственнику. Хотя бы позвонить. Она не в состоянии даже позвонить на сегодняшний день, поэтому она не сможет тем более за ребенком присматривать должным образом. И мы думаем, как орган опеки, что сейчас маме силы потратить на восстановление нужно. Правильно. А ребенок это забота, накормить, поговорить. Давайте тогда сделаем так, чтобы время не терять. Все, собираемся и едем в ЦАН. Берем Павлика. То есть, ну это ваша служебная обязанность. Нет, с вами едем. Ну, сами езжать. Как только зарядь мама. То есть, вы отказываетесь, правильно? Выполнять свои служебные обязанности. Мама к нам не обратилась к данным вопросам. Поэтому ребенка травмировать и маму сейчас мы не будем никуда возить и показывать. Как только состояние мамы улучшится, вчера у него был терапевт. Осмотрел, прописал процедуры. Надеемся, что это принесет результат, положительную динамику. И как только свяжемся, то поверьте нам, организуем поездку без вас, ребенка к маме. Ну, это все самостоятельно выполнено. То есть, вы отказываетесь в данный момент сесть, поехать и выполнить свои служебные обязанности. Правильно? Это не мои служебные обязанности. С вами едет ребенка возить. Нет, вы можете без меня. Вы не законный представитель. По вашему заявлению, я не могу детей возить никуда. Вы можете без меня сейчас сесть, поехать. Вам уже объяснили, что мама в тяжелом состоянии. Что еще раз? Как с ребенком, с матерью создаются. Улучшится состояние. Поедем. Сразу же встреча будет организована. Но исходя из состояния мамы, будет принято решение оставлять ребенка или пока продолжить лечение. Это все будет согласовываться только с мамой, как с законным представителем единственным на сегодняшний день. Это все будет решаться индивидуально с ней. А сейчас маме нужно выздоравливать ради ребенка. Выздоравливать? Выздоравливать. Да, выздоравливать. Окрепнуть. Хорошо. У вас есть еще что-то добавить или нет? Нет. Все? Все. Хорошо.